Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас всех видеть. Спасибо большое, что вы уделяете такое серьезное внимание вопросам развития финансовых рынков. Я хочу сказать, что для нас принципиально важным является сфера информационных технологий. Наверное, сегодня всю деятельность Центрального банка по развитию финансового рынка, по регулированию и надзору за профессиональными участниками финансового рынка, деятельность по защите прав потребителю и обеспечению финансовой доступности мы ведем через призму развития информационных технологий. Мы понимаем, что цифра сегодня занимает все более и более ведущее место. Мы еще недавно, очень долго обсуждали вопросы, связанные с тем, а что продавать клиентам, какие продукты. Сегодня достаточно серьезное внимание уделяется вопросу, а как продавать. И если буквально еще вчера мы не могли расстаться с бумагой, то сегодня мы понимаем, что бумага существует, но она является неким таким уже, знаете, прошлым. То есть это то, что существует, но то, что будет уходить в небытие, и, наверное, со временем все быстрее и быстрее. Я хотел бы начать свою презентацию с вот этого первого слайда, который говорит о том, что во всем мире признана необходимость работы с киберрисками, управления такими рисками, как киберриски, выстраивания систем управления рисками, подстройка систем управления рисков под такой новый риск, как киберриск. И вы видите здесь статистика заключения разных международных организаций, это их доклады, стандарты, и все они говорят о том, что сегодня киберриски, киберпреступность выходят на первый план среди тех рисков, которые мы видим и которые стоят перед мировой экономикой. В рамках реализации наших функций по развитию финансового рынка, по регулированию участников и защите прав потребителей, вы знаете, что мы сделали специальный документ под названием основные направления развития финансового рынка на период 2016-2018 годов. И если мы сегодня посмотрим те 10 основных направлений развития, которые вы можете увидеть в левом столбце, то вы практически к каждому направлению сумеете применить термин информационные технологии, сумеете применить термин киберриски. Мы с вами подробнее остановимся на практически каждом из этих направлений, может не на всех, но тем не менее увидим, каким образом эти направления преобразуются в реальные действия со стороны регулятора, в реальную активность со стороны рынка. Это есть лишь некая иллюстрация на следующем слайде того, каким образом мы предполагаем заниматься вопросами информационных технологий, цифровых составляющих. Вот если мы, например, возьмем такую позицию, как развитие электронных средств платежа, электронных технологий в практике продаж и предоставления финансовых продуктов и услуг, то очевидно, сегодня, как такое яркое событие, мы можем говорить о развитии такого продукта, как электронный полис ОСАГО. С 1 января 2017 года данный продукт стал обязательным для страховых компаний, которые осуществляют деятельность на рынке ОСАГО. А это означает, что они сегодня обязаны любому потребителю этот продукт предоставлять. Но с учетом того, что вы знаете, у нас достаточно сложная ситуация с убыточностью в ряде регионов на рынке ОСАГО, то задачей Центрального банка, задачей Службы по защите прав потребителей, Департамент страхового рынка является обеспечение непрерывности деятельности сайтов-страховщиков, через которые потребитель может эту услугу приобрести. То есть вот это такой яркий пример того, когда информационные технологии, они, с одной стороны, порождают огромное количество возможностей и перспектив для профессиональных участников финансового рынка. Не нужно держать офисы продолжать, не нужно держать армию агентов. Все услуги можно предоставить через интернет. Но возникают вместе с тем и серьезные проблемы. И эти проблемы связаны как с мошенническими действиями. Я думаю, вы, специалисты в области информационных технологий, читали о том, что было создано уже некоторое количество фальшивых сайтов страховых компаний, где предлагают купить, соответственно, фальшивые полисы ОСАГО. Более того, даже был склонирован сайт Российского Союза автостраховщиков. Очень похожий, говорят, очень такой близкий по содержанию. И, конечно, несведущие граждане, которые обращаются к этому сайту для того, чтобы купить полис ОСАГО, они могли в сети злоумышленников попасть. Слава Богу, что оперативные действия и рынка, и регуляторы привели к тому, что эти сайты заблокированы. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что это постоянная работа. Там сегодня сайт заблокирован, завтра новый образовался, и за этим нужно очень серьезно следить. Второй риск, который возник у страховщиков, как я уже сказал, это риск того, что теперь они не могут осуществлять селекцию клиентов, они не могут фактически осуществлять оценку клиентов и отказывать тем клиентам, у которых высокая убыточность приобретения полиса ОСАГО. Одно дело, ты пришел в офис страховой компании, тебя поставили в очередь через три недели, иди дождись ее. А другое дело, ты зашел на сайт и имеешь полное право незамедлительно купить полис ОСАГО. Еще один риск появляется, он, наверное, уже меньше относится именно к информационным технологиям, но он фактически затрагивает всю цепочку фактических и юридических действий по приобретению полиса ОСАГО. Это проверки органов дорожной полиции, проверки наличия полисов ОСАГО. Законодатель установил, что если полис куплен в электронном виде, то физическое лицо просто должно предъявить этот полис. Не обязательно на том бланке строгой отчетности, который был раньше, это может быть просто компьютерная распечатка. И вот уже обнаружилось ряд случаев, когда сегодня сотрудники дорожной полиции, они говорят, ну раз у тебя нет вот этого бланка строгой отчетности, вот мы там знать ничего не знаем, мы там не читали наши инструктивные письма от руководства Министерства внутренних дел, поэтому вот мы тебя штрафуем. Задача, конечно, и федеральных органов исполнительной власти, и Центрального банка – навести порядок в этом направлении, потому что иначе доверие потребителей будет падать к этому виду продукта. Я считаю, что мы можем достаточно хорошо поработать и сделать таким образом, чтобы электронный полис ОСАГО, он занял достойное место среди одного из передовых продуктов финансового рынка. Второй пример, который можно привести, это пример, связанный с реализацией индивидуального пенсионного капитала. Я думаю, вы все слышали об этих предложениях Центрального банка, это есть некая новация системы обязательных пенсионных накоплений, и в рамках этих предложений, в рамках концепции индивидуального пенсионного капитала предлагается создание пенсионного администратора. То есть это такая специальная организация, которая ведет учет прав всех граждан, которая предоставляет сервисы как гражданам, так и не государственным пенсионным фондам по предоставлению информации, связанной с учетом прав на пенсионных прав тех либо иных субъектов, описывает, кому эти права принадлежат, в какой степени, какая была цепочка не государственных пенсионных фондов, ну и так далее и тому подобное. И совершенно очевидно, что деятельность такого пенсионного администратора, он сегодня еще не создан, идут дискуссии на базе чего создавать, может быть на базе федерального органа исполнительной власти, может быть на базе какой-то госкорпорации, кто-то говорит, давайте создавать отдельное юридическое лицо, это сейчас вторично. Важным является другое, что совершенно очевидно, что эффективная деятельность пенсионного администратора, она может строиться только на безбумажных технологиях, только на них. Вот сегодня огромное количество проблем, которые имеет пенсионный фонд России, который сегодня ведет учет всех прав застрахованных граждан, связано как раз с тем, что там очень много бумаги и мало автоматизированных систем, или, скажем так, автоматизированные системы децентрализованы, наверное, там в части являются устаревшими, ну и так далее. И становится ясно, что когда мы будем создавать пенсионного администратора, это фактически будет огромная информационная база данных, это должны быть самые передовые информационные технологии, как с точки зрения предоставления сервиса участникам рынка, так и с точки зрения защиты этой базы данных от несанкционированного вмешательства, от искажения этих данных, соответственно, от кражи информации, ну и так далее, и тому подобное. И вот очевидно совершенно, что вопросы киберрисков здесь стоят очень остро и, наверное, тоже выходят на передний план. Переход, такая позиция, как переход к дистанционному безбумажному взаимодействию. Я буду чуть позже на этом останавливаться, но для меня совершенно очевидно, что сегодня это тема личных кабинетов. Если раньше мы отвозили предписание профессиональным участникам финансового рынка на бумаге, стояли там, если хотели вручить немедленно, то не посылали по почте, а с нарочным отправляли к, не знаю, к какому-то брокеру, к депозитарию, к негосударственному пенсионному фонду. То есть сегодня мы отправляем это предписание в электронном виде, помещаем его в личный кабинет и по общему правилу страховой компании, там, пенсионному фонду, любому другому профучастнику, который относится к некредитным финансовым организациям, дается 24 часа на то, чтобы ознакомиться с этим предписанием. То есть предполагается, что в течение 24 часов оно точно будет доставлено. Соответственно, с одной стороны, это упрощает всем жизнь, да, то есть мы снижаем административные расходы регулятора, мы снижаем административные расходы профучастника, которому не нужно там ездить на почту, поддерживать этот сервис, и, соответственно, профучастник несет меньше расходов. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что встает серьезный вопрос о поддержании в актуальном состоянии этих личных кабинетов, да, то есть они должны работать нормально, точно так же и должна быть обеспечена непрерывность деятельности. Центральный банк должен научиться защищать информацию, и, мне кажется, у нас это получается, потому что вот информация о тех атаках, которая была на личные кабинеты, если не ошибаюсь, по-моему, страховщиков, она в прошлом году фактически закончилась ничем. Ну, то есть там какие-то там, какой-то минимальный урон был нанесен, но очень слабо, и этому способствовали превентивные действия по выстраиванию системы защиты и быстрое реагирование. Но, в любом случае, мы сегодня опять переходим в цифровую плоскость. Становится понятно, что бумажный век, он уходит в прошлое, и все те риски, о которых мы в будущем будем говорить, это ровно риски вмешательства в информационные технологии, ничего другого. Давайте двигаться дальше. В рамках основных направлений развития финансового рынка вопросы повышения финансовой грамотности занимают одно из ключевых мест. Стало понятно, что граждане не успевают за теми изменениями, которые происходят на финансовом рынке. Да что там граждане? Даже корпорации фактически сегодня очень часто не могут обеспечить должный уровень понимания тех финансовых инструментов и тех финансовых процедур, которые им предлагаются. Я не знаю, в курсе вы либо нет, но сегодня рассматривается несколько судебных дел относительно продажи профессиональными участниками финансового рынка юридическим лицам, обращаю внимание, не физическим, а юридическим лицам, то есть тем, кто ведет профессиональную деятельность предпринимательскую, неких сложных финансовых продуктов. И судебное разбирательство пока исходит из того, что продавцы, то есть профучастники рынка ценных бумаг, не раскрыли всю информацию и не объяснили всю сложность продукта и то, как он функционирует покупателям, потребителям финансовых услуг. Еще раз напомню, это не физлиц, это юрлица. И говорит, что в общем и целом есть злоупотребление, есть так называемый мисселинг. А что уже говорить о физических лицах? Они очевидно являются некой слабой стороной. И помимо того, что для них необходимо раскрывать информацию в самом-самом общем виде, то есть я имею в виду это самым широким образом, и необходимо, наверное, может быть там дополнительно административно оградить физических лиц от сложных и структурированных продуктов, то вторым шагом является, конечно, повышение уровня финансовой грамотности. Если мы сегодня опять будем говорить о киберрисках, будем говорить об информационных технологиях, то сегодня эта работа находится в самом начале. Я думаю, вы в курсе того, что Центральный банк вместе с Министерством образования подготовил образовательный курс, учебный курс для средних учебных заведений, то есть для средних общеобразовательных школ, для учеников, по-моему, 9-11 классов по финансовой грамотности. Этот курс уже внедряется в школах. Сегодня не все школы подключены, но, если не ошибаюсь, до 2019 года все школы будут вовлечены в этот процесс. Там пилот уже прошел достаточно успешно. Это внедрено в систему такого предмета, как общество знания, в раздел экономика. Но если вы посмотрите на материалы, именно на учебник, не на методический комплект, так называемый, учебный методический комплект, который для учителей делается, для тех, кто обучает, а для самих учащихся, то про киберриски, про информационные технологии вы там практически ничего не найдете. Еще раз повторяю, весь этот курс финансовой грамотности был сосредоточен на том, что. А что такое вклад? А что такое облигация? А что такое там ценные бумаги? А сегодня становится понятно, что не меньшее внимание должно быть уделено вопросу «как». Как эти продукты продаются? Как вы за них платите? Как вы открываете свой счет? Очевидно, что влияние интернет-технологий становится все более и более серьезным. Поэтому совершенно очевидно, что, наверное, следующим шагом подработки всех этих учебных материалов, а есть планы распространения их не только на школы, но и на высшие учебные заведения. Кто-то говорит, что они должны быть там, специальный курс должен создан быть для пенсионеров и так далее и тому подобное. Очевидно, что большой потенциал как раз в описании того, как работают информационные технологии, какие риски возникают, как от них защищаться, как там, я не знаю, хранить пароли, как стараться несколько раз подумать или создать систему того, чтобы не осуществлять покупку за один клик, ну и так далее и тому подобное. Плюс к этому я хотел бы сказать, что мы с точки зрения защиты прав потребителей серьезное внимание уделяем развитию так называемого поведенческого надзора. Фактически это та же самая часть надзора, то есть надзорных мероприятий, но краеугольным камнем этого надзора является защита прав потребителей, раскрытие перед ним необходимой информации и оказание ему качественных услуг. Все-таки классический надзор, о котором мы говорили всегда в отношении банков, страховых компаний, пенсионеров, это надзор, направленный на обеспечение устойчивости, финансовую устойчивость этих юридических лиц для того, чтобы они могли должным образом исполнять свои обязательства. А поведенческий надзор имеет другую цель. Он хочет, чтобы те действия, которые корпорация, юридическое лицо осуществляла в отношении потребителей, они были сделаны на определенном качественном уровне, чтобы была раскрыта определенная информация. И если этого не делается, то сегодня это считается не меньшим риском, чем, соответственно, необеспечение устойчивости. Очевидно, что с развитием интернет-технологий нужно говорить не только о том, как люди к тебе придут в офис и ты им все будешь рассказывать, а как они смогут все это понять, просто открыв твой сайт. Очень легко сегодня купить там какой-то, я думаю, возьмем там компанию Аэрофлот, вот мы покупаем сегодня с вами билеты, заходим на сайт, спокойно все делаем, но вспомните, где вы можете ознакомиться с правилами тарифа. Вот вы купили билет по какому-то тарифу, это вот, там куда-то надо нажать специально, это такой мелкий шрифт, его очень много, и очевидно, что часто если у нас поездка срывается, а мы там купили билет по какому-то не самому дорогому тарифу, что, в общем-то, для нас казалось на тот момент выгодным, мы не можем его нормально сдать, с нас берут какие-то штрафы, нам говорят, что вообще не можете его никуда сдать, только поменять там на какую-то другую дату, ну и так далее и тому подобное. Вполне возможно, что если бы это было все представлено более выпухло, мы бы готовы были переплатить при покупке, но иметь возможность при необходимости вернуть свои деньги при неистоявшемся путешествии. Вот точно то же самое и с всеми финансовыми продуктами. То есть интернет-технологии, как всегда, дают нам массу удобств, но и порождают массу проблем, с которыми нам еще предстоит справиться. Идем дальше. Развитие электронных средств платежа, электронных технологий в практике продаж, предоставления финансовых продуктов и услуг. Ну, я достаточно много вам сказал про электронный полис ОСАГО, про необходимость обеспечения непрерывности деятельности. Я хотел бы добавить, что, в принципе, вот когда сегодня нас, как Центральный банк, спрашивают, а удовлетворены ли мы тем, как начали продаваться электронные полисы, мы говорим, да, старт дан очень неплохой. И он во многих регионах снял вот эту волну, пену, недовольство. Потому что на сегодняшний день продано порядка 300 тысяч полисов, это очень большая цифра. Мы практически вышли на результат всего 2016 года, когда это можно было делать для страховых компаний в добровольном порядке. Но самым важным для нас является не просто эта цифра, насколько продано, а важным является, а как действительно работают сайты страховщиков, насколько удобно потребителям получать эти услуги в электронном виде. И вот здесь, я думаю, нам предстоит еще большая работа. У нас есть созданные внутри Центрального банка в рамках надзора алгоритмы проверки всех этих мероприятий. И все эти алгоритмы проверки связаны с анализом работы автоматизированных систем. Вплоть до того, что мы можем попросить, ну, точнее, настоятельно попросить страховую компанию показывать нам начинку этих автоматизированных систем, смотреть все логи. И у них должны быть эти логи для того, чтобы понимать, а кто заходил на этот сайт, когда он на него заходил, сколько времени он там провел, ну и так далее, и тому подобное. Чтобы установить факты того, были ли задержки с покупкой, были ли они по вине потребителя, либо страховая компания по каким-то причинам не предоставляла ему должные услуги. Ну и так далее, и тому подобное. Я думаю, еще раз повторяю, несмотря на то, что у нас эти алгоритмы присутствуют, и мы ими пользуемся и планируем пользоваться активно в дальнейшем, конечно, тут предстоит очень большая работа. Важный момент, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на правый столбец, на самую нижнюю позицию, о том, что трансграничные транзакции не отличаются от национальных, и часто потребители даже не знают о факте перевода средств за границу. Вот сегодня у нас есть такой случай, установленный, знаете, как бы сказать, легализованный законодательством, это работа компании на Форекс-рынке. Сегодня, к сожалению, вот тот закон, который принят, он так до конца и не заработал. Почему? Потому что пока еще не приняты стандарты саморегулируемой организации, и фактически те форексеры, которые даже получили лицензию Центрального банка, они не могут работать полностью в легальном поле, так как это требует закон. И сегодня большая часть услуг на рынке Форекс предоставляются как раз посредством иностранных компаний. И с этой точки зрения, как Центральный банк Российской Федерации, так и многие наши зарубежные коллеги в других юрисдикциях, они стоят перед очень сложной проблемой, а как регулировать иностранных участников? Ведь фактически они не приходят в Российскую Федерацию, они не имеют здесь никаких офисов, но в лучшем случае у них, может быть, здесь какое-то там представительство, которое оказывает консультационные услуги, а зачастую этого нет. И фактически весь контакт с потребителем идет только через интерфейс, через витрину данных, я не знаю, через его сайт, и все. А где он находится? Он находится в Австралии, на Сейшелах, на Кипре, где угодно. И что делать в том случае, если мы видим, что нарушаются требования нашего закона? Это большая регулятивная проблема. Я думаю, что в этом смысле мы стоим на пороге каких-то правовых революций в этом смысле, потому что фактически речь идет о регулировании участников, находящихся в других юрисдикциях. Но фактически американцы проложили дорогу, к этому они приняли в свое время закон ФАТКО, вы помните, по налогообложению, который уже залез на фактически на чужие территории. Но я думаю, что с учетом развития интернет-технологий и интернет-продаж мы будем вынуждены, соответственно, тоже создавать какие-то правила, которые затрагивают юридические лица, легально находящиеся на другой территории, и к нам никак не приходящие, а предлагающие только через интернет-сайты свои услуги. Относительно легко есть технологии закрытия этих сайтов, это одна история. Но есть вторая история, что если мы хотим все-таки развивать финансовый рынок, и мы считаем, что эти операции могут быть как таковые, то вполне возможно нужно вводить какие-то правила регулирования. Наверное, это история для дальнейшего очень серьезного обсуждения. И тут, возможно, должны вводиться какие-то требования как раз к этим сайтам, требования к тому, как раскрывается информация, требования к тому, как описывается продаваемый продукт, как защищаются права покупателя, ну и так далее и тому подобное. Может быть, даже это работа, которая должна проводиться не национальными регуляторами, а на международном уровне. Противодействие киберпреступности. Тоже отдельное направление в рамках основных направлений развития финансовых рынков. Я хотел бы остановиться на двух правых нижних столбцах, вот на таких нижних буллетах справа правого столбца. Это совершенствование требований к управлению операционным риском и программой обучения специалистов. Вы знаете, вообще стало понятно, что у нас к оперриску относятся зачастую как к чему-то до сих пор второстепенному относительно ряда финансовых рисков, а уж более того, даже если говорят об оперриске, очень редко его там как-то подробно делят на всякие подриски и специально регулируют. Наверное, это вот тот случай, когда имеет смысл пересмотреть подход как регулятора, так и участников рынка, потому что на уровне саморегулирования тоже можно сделать очень много и, соответственно, заняться вопросом регулирования операционного риска, вопросом придания ему большего значения и, в частности, с точки зрения противодействия киберпреступности. Мне кажется, есть неплохие наработки у Центрального банка. Мне кажется, что мы можем с участием наших саморегулируемых организаций на финансовом рынке получить хорошую синергию и сделать правильные продукты, которые будут подвигать профессиональных участников финансового рынка, нашей финансовой компании к тому, чтобы специальным образом определять у себя политики и процедуру управления той частью операционного риска, который связан с киберрисками, с мошенничеством, с киберпреступностью. Есть смысл задумываться о необходимости наличия специального персонала в этих компаниях, который занимается вопросами кибермошенничества, борьбы с кибермошенничеством. Есть необходимость думать о том, чтобы, соответственно, готовить специалистов в этом направлении. Вы знаете, вот еще недавно мы фактически не знали о таких специальностях, как актуарий, например, как моделист, мы не понимали, зачем нужны люди, которые создают модели не в математическом каком-то колледже, да, либо университете, а зачем они нужны в профучастниках финансового рынка. Сегодня мы очень хорошо стали понимать, что и в банках, и в страховых компаниях, в пенсионных фондах, без наличия серьезных моделистов, которые создают внутренние рейтинговые модели, но если мы хотим иметь нормальную систему управления рисками, практически не обойтись. Точно то же самое касается и специалистов по борьбе с киберпреступностью. Знаете, вот вообще есть несколько таких жизненных примеров, когда там ряд проблем такого рода и нерешенные у нас образования очень часто не кастомизированы. Мы выпускаем юристов, мы выпускаем экономистов, а вот центральный банк очень долго мучается на тему того, а где бы получить такую профессию как надзорщик, да, например, то есть человек, который осуществляет надзор за профучастниками, такой профессии нет. Или, например, мы имеем дело с медицинским страхованием. Я общался с ректорами некоторых там медицинских вузов, экономических, они мне говорят, можем тебе либо экономиста дать, ну там финансиста, либо доктора. А вот человека, который понимает в медицинском страховании, то есть должен обладать как определенными знаниями по профессии врача, да, так и, соответственно, знаниями по страхованию, такой профессии нет. Вот хотелось бы, чтобы специалисты по киберрискам, специалисты по кибербезопасности, чтобы их такая участь не постигла, чтобы как можно быстрее были образованы специальные программы профессиональной переподготовки, и, соответственно, все это возникло. Но вот как раз на следующем слайде планы наши на 17-й год заявлены. Мы планируем эту работу вести. Мы очень хотим участвовать в разработке профессионального стандарта специалист по информационной безопасности. Надеюсь, вот все актуальные вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, там будут учтены. Эту работу ведет Российский союз промышленников и предпринимателей. Там господин Мурочев ее возглавляет. Она достаточно получила широкое распространение. Вот наша с вами задача. Там, кстати, они открыты для участников рынка, не только для регулятора. Наша с вами задача, мне кажется, в этом поучаствовать активно, потому что кто как не вы знает, как на практике, какие знания нужны, какой опыт нужен, какая квалификация, ну и так далее и тому подобное. Перейдем дальше. Я еще раз повторюсь, вот этот слайд, он говорит об изменении наших автоматизированных процессов сбора и анализа информации. Тут, наверное, две главных мысли. Мысль первая, что вот парадигма нашего развития, она заключается в том, что бумаги нет, все только в электронном виде. Тема вторая, все только через личные кабинеты. И перед нами как раз стоит задача подключить к личным кабинетам не только некредитные и финансовые организации, они уже там, но и банки, кредитные организации. Как показала практика, это очень удобная форма. Но одновременно с этим встает вот две сложности, скажем так, два риска, которые нужно решать. Это обеспечение непрерывности деятельности личных кабинетов и защита данных, которые в этих личных кабинетах находятся. Я один слайд пропущу. Перейду сразу на одиннадцатый. Примеры потенциальных киберисков на финансовом рынке. Я предполагаю, что многое вам здесь известно на эту тему. И единственное, хотел сказать, что, конечно, для нас принципиально важно заниматься киберрисками не только профессиональных посредников на финансовом рынке. Вопросы борьбы с киберрисками в инфраструктуре финансового рынка, на уровне инфраструктуры финансового рынка, на уровне организаторов торгов, на уровне депозитариев. То есть, фактически, огромных комплексов баз данных являются критическими. Я в связи с этим хотел бы сказать, что мы осуществляем достаточно серьезный надзор за разными биржами, в том числе за группой Московская биржа. Вот иногда в прессе появляются какие-то неаккуратные высказывания на этот счет. Хочу вам сказать, что наш анализ показывает, что группа Московская биржа предпринимает огромное количество усилий по управлению операционным риском с точки зрения кибератак, мошенничества, информационной безопасности. И поверьте мне, те системы, которые они выстроили, они по ряду показателей намного превосходят многие системы крупных банков. Люди в это инвестируют. Это та работа, которая проводится как на уровне правления, так и совета директоров. Так что будем надеяться, что наш крупнейший организатор торговли, если можно выразить, скиппейс, то есть он идет в ногу со временем и пытается соответствовать всем передовым информационным технологиям. Я, наверное, на этом закончу свое выступление. Еще раз хочу сказать, что если еще вчера тема финансового рынка и киберпреступности шла как-то параллельно, то для меня очевидно, что сегодня это одно поле, это одна сфера. И наша с вами задача, с одной стороны, развивать финансовый рынок за счет информационных технологий, предоставляя широчайшие возможности как населению, так и корпоратам, но, с другой стороны, сделать все возможное, чтобы все те формы мошенничества, все формы преступности, которые через информационные технологии сегодня развиваются, чтобы они были купированы максимальным образом. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...